друзья всем привет сегодня без микрофончика выпуск будет отдал на перепайку то он что-то дико фанил с вами схема сборки ваш любимый канал о моделизме и знаете что давненько у нас не было в кадре наших братьев-близнецов тиролов 71 года вот компании эбро так что сегодня давайте исправим эту оплошность кстати у меня есть для вас еще одна новость я сделал небольшой магазин одежда для моделистов ну помимо различных сувениров символикой схемы сборки кстати это мальчик тоже оттуда там есть различные приколюшки так что возможно теперь проблема подарков для моделистов снята хотя кто парится с подарком для моделиста подарил ему шпаклевочку он и рад ссылка на магазин будет в описании под видео так что можете зайти ознакомиться сами со всем ассортиментом который там есть потихонечку будем его пополнять посмотрим как будет дело складываться ну пока что вот я вам новости тут сообщил а теперь от новостей перейдем к делу и прошу вас к столу итак друзья с одним из тиролов я уже успел поработать с машиной стюарта прикрепил двигатель прикрепил все держатели тут конечно ворох из вот этих трубок всевозможного характера получается весьма и весьма насыщенным ну и также сделал вот эти вот известные патрубки которые видны отовсюду на всех фотографиях далее у меня встал весьма насыщенный вопрос потому что по сути если делать из того что предлагает нам эбро то мне сейчас достаточно прикрепить антикрыло и поставить колеса машина готова ну вернее модель этой машины но мы-то с вами парни любознательные и предпочитаем делать модели с дополнениями чтобы они выглядели более насыщенно более интересно поэтому мучений еще будет предостаточно здесь очень сложная схема разводки шлангов на этой модели я и сделал скорее всего неправильно но проблема в том да собственно говоря как и всегда что просто невозможно разглядеть куда эти шланги уходят сложно с фотографиями я попрошу вас не высылать мне фотографии их видел довольно большое количество и вот там увидеть куда идут шланги очень тяжело смотрел на моделях там очень много ошибок ну в том числе и моя скорее всего была ошибочная потому что шланги вот этих радиаторов выходили прям к двигателю шли через него один из шлангов вот бачка я нашел почти куда идет но почти нашел в общем-то аутентичность этой модели вряд ли будет на высшем уровне к тому же давайте покажу эти шланги вот они эти трубочки уходят у меня там неизвестно куда их попрятал где-то прикрепил к двигателю где-то не получилось всегда вам рассказываю во всяческого рода косяках у меня потом за это ругайте хотя смотришь фотографии там видишь еще похлеще но люди гордятся своими моделями даже самая история вот с этой передней частью с приборной панели здесь целый ворох был проводов поэтому каждый решает для себя наверное самостоятельно насколько мы детализировать этот момент я конечно хочу сюда проводки положить но беда в том что он самые тонкие которые я нашел во всякого рода наушниках и прочей билиберде довольно толстый я переживаю за что что будет этот проводок создавать проблему для крышки обтекателя то есть там появится щели на не будет до конца закрываться во-первых во вторых но он толстоватый поэтому буду решать еще эту проблему уже сидел пару ночей мозговал еще буду мозговать мне частенько пишут о некой термоусадки ребят я постараюсь ее найти у меня вопросы по ней во-первых термоусадка это то что одевается на проводок то есть она по-любому если она диаметра скажем 0 5 миллиметра термоусадка сомневаюсь во вторых ее нужно нагревать чтобы она приклеилась прикипела к наконечнику я что-то будут зажигалка что ли все это делать в общем не знаю не знаком я с технологией работы с термоусадками если кто-то с ней хорошо знаком напишите мне вконтакте обязательно изучу все это возможно перейдем на какой-то новый уровень моделизма но пока вот проводки и супер клей не знаю та же проблема касается и самих форсунок цилиндров будем разбираться будем но на сегодня мы болит стюарта отпустим перейдем пожалуй к нашему многострадальному болиду франсуа севера а я хочу прикрепить двигатель и тут у меня сразу возникло очень много всякого рода сложностей дело в том что у меня утеряны детали по моей вине или нет это не суть важно одна из одно из креплений двигателя было просто сломано уже в наборе в пакете и вторую часть от него я просто не нашел вот она это крепление и она просто было так обломана и все поэтому надо будет сейчас изгаляться что-то пытаться сделать к тому же у этой модели довольно как вам сказать остыкуемости я хотел поговорить но многое зависит от моделисты я не могу себя назвать большим мастером поэтому делаю не так аккуратно как стоило бы иногда возникают из-за этого проблемы модель за точно под то чтобы делать ее идеально вот все возможные стыки должны быть идеально подогнаны друг другу сможете вы это сделать молодцы у меня вот не очень получается потому что здесь просто ворох ворох этих различных балочек креплений так далее справиться со всем этим довольно сложно ну сложности мы не боимся не к тому что я хотел по ныть и рассказать вам как тяжело собирается эта модель собирается она интересно поэтому именно к сборке мы сейчас с вами и перейдем и как всегда столкнемся с теми самыми сложностями с которыми сталкиваемся всегда это что первое яйца или курица потому что здесь проводками очень много проблем но основная проблема которая меня пугает это антикрыло если она довольно неплохо держится теоретически на вот этой вот угловой раме то сзади кронштейн и антикрыла нам предлагают крепить вот сюда вот если вам видно здесь нет ничего на коробке никаких элементов для того чтобы крепить я не знаю почему эбра так поступили вернее я догадываюсь но расскажу об этом в последней серии когда уже модельки будут собраны в общем-то я понял что вновь столкнулся в очередной раз с чем-то неизведанным для меня довольно сложным поэтому опять же говорю о том что какого-то шедевра не получится собственно говоря цели этих серий показать вам модель показать насколько она интересна и сложна чтобы вы хотели с ней поработать и интересовались моделизмом в целом ну и конечно же формулой 1 в исполнении компании эбра конечно же партнер схемы сборки кстати новостей целая куча едет-едет посылочка в магазин я моделист наш любимый магазин для моделистов так что скоро все изобилие компании эбра появится в продаже в россии заходите проверяйте как появится сразу начнем скупать ну а сейчас я уже от слов которых наверно сегодня очень много но я соскучился потирал им поэтому хотел с вами о них побольше поговорить перейдем непосредственно к делу ну что давайте приступим собственно говоря крепление двигателя не назовешь тут сложным но она имеет свои характерные особенности характерные особенности хотя бы потому что крепится она вот таким вот болтиком у меня же есть специальный инструмент для модели с правильно ну тут ничего не помогает остается рвать и метать болтик мы этот изначально закрепляем собственно говоря именно этот болтик делает бесперспективной работу над днищем валида то есть тоже фотографии особо нет но кое-где можно догадаться что оно было наверно черным и всю нижнюю часть двигателя прорабатывать особо не знаю я особо на нижнюю часть внимания не обращаю если вы хотите этим заняться пожалуйста делайте нижнюю часть но учитывайте что вот этот болтик там будет находиться далее мы пытаемся и вот тут узнать и появляется разница а дело в том что на модели стюарта вот здесь на креплениях этих крышек блока цилиндров были такие пенечки на втором варианте с креплениями под воздухозаборник машина савера этих пенечков нет поэтому судя по всему движок у нас будет крепится исключительно к болтику в том варианте я прям супер клеем его приклеила ему тут в пазы все замечательно входило ну вот как-то видите вроде одинаковые модели да не одинаковые не знаю давайте попробуем что там будет крутиться не будет вроде бы что-то куда-то попало тут хоть под человеческую отвертку сделано что уже хорошо так окей дотягивать до конца я не знаю есть ли смысл но движок просто не держится это не есть гуд я подозреваю что он не хорошо подошел внизу поэтому еще попробую покрутить если сейчас услышим хруст вот теперь он держится намного лучше да видимо просто не докрутил с первого раза но двигатель при этом почему-то встал очень криво очень криво он вот так должен стоять тут проблема номер два что у меня как раз крепления утрачены то есть как-то растянуть этот двигатель не получится как вот его ровно закрепить бедень прям бедень ребят на нем же будет еще воздухозаборник держаться то есть все должно быть очень ровно ладно будем решать эту проблему по мере поступления этих самых проблем давайте я попробую сейчас его немножко закрепить давайте посмотрим выровнится он или нет что очень-очень сомнительно я на всякий случай буду поглядывать в схему несмотря на то что я уже это делал очень-очень неизвестно как оно пойдет дальше а нам же предлагают сначала вклеить вот эти самые трубки но здесь я уже не буду тупить я сначала зафиксирую двигатель сейчас посмотрим как он будет у меня тут держаться и потом уже остальное как говорится потом так давайте начнем тут крепление такое странное оно вот снизу под двигателем правильно вот так надо так здесь закрепилось но теперь надо все это дело вставить я даже не знаю как за нее браться ой братцы и как за нее браться что-то сегодня день какой-то не сборочный вот и обязательно надо ее туда до щелкнуть вот так о до щелкнулась зараза ну и с обратной стороны то же самое ну вот если тут закрепилось но двигатель то при этом у нас продолжает стоять неровно так надо думать и думать как это сделать почему тут нет пенечков и не крепится так одна-то длинная у меня есть а ну я понял эти кронштейны они держат исключительно подвеску то есть на сам двигатель они никак не влияют просто подвеска выгибается поэтому надо что-то мне предпринимать увы и ах я сейчас просто хочу прикинуть что будет с воздухозаборником в таком положении как то вот знаете когда не пошло оно не пошло вот он наш воздухозаборник он будет крепиться как то так и соответственно вот так вот становиться ну картина ужасная честно говоря не знаю суперклей использовать или что ладно мне видимо ничего не остается кроме как наливать суперклей и пытаться что-то с этим сделать надеюсь получится надеюсь получится ежели не получится то и надеяться не на что не самое понимаю удачное решение но деваться некуда вот так он должен стоять сейчас схватиться будет хорошо если нет то пиши пропало точно не знаю сколько надо вот так высиживать ну вроде бы пытается удержаться вынужден еще добавить суперклея чтобы все было надежно сейчас может быть попробую как то вот здесь еще проклеить так как мы с вами договорились что нижнюю часть мы особо не прорабатываем да поэтому проработаем особо ее суперклеем просто это очень важная деталь я не пойму почему так вот честно сделано ведь на этом двигателе держится все задние колеса антикрыло заднее воздухозаборник если он у нас станет некорректным по отношению к самому обтекателю вся модель кривая получится вот уж не ожидал ну вот именно эти тиралы от Эбра хотел я вам в последней серии о них рассказать потихоньку начну наверное сразу они жутко кривые тут очень плохая стыкуемость и все это из-за того скорее всего что эти тиралы были одними из первых у компании не так давно компания начала производить модели формулы 1 и скорее всего они на этих моделях еще учились создавать эти модели потому что то что я видел на Макларне MP4 на 30 ну там просто все на супер уровне подгонки деталей там правда и нет такого вороха мелких деталей но все равно там стыкуемость великолепная я не раз хвалил за это Эбра что происходит здесь мне понять сложно ладно давайте собственно говоря сориентируемся по трубкам куда делается уже да тут у нас специальные т дубки решение такое не очень однозначное для формулы 1 чтобы по внешнему обтекателю шли вот такие патрубки тут не то что не состыкуется а ваш пенис остыкуются ребят в общем то легко сказать взял и приклеил да твою мать я был бы рад если бы они всю эту хрень сделали из нескольких деталей которые может быть все вот ее надо как-то теперь до радиатора догнуть ай я сломал нет вроде бы не сломал ну что-то там случилось ага и здесь да так вот здесь она плохо входит а я помню почему она плохо входит придется ее вытаскивать вот дебильный блин момент не знаю нафига я вам всю эту сборку показываю ну просто здесь же отверстие которое заплыло все жиром не жиром так вот сверлышком пройду сам наконечник тут на двигателе немножко не учел я этот момент когда крепил но извините я это крепил в самом начале сборки когда даже не представлял как модель будет выглядеть и вот в этом особенность что тут нельзя сказать а чувак поешь надо было сделать вот так а ты бы спокойненько потом все это сделать не бывает тут спокойненько вот с этой моделью не бывает я пытаюсь спокойненько она по-своему все делает так но я знаю что делать в таких случаях я сейчас налью туда супер жидкого клея чтобы пластик немножко растворился хром это то есть и потихонечку одену тогда но собственно говоря сам патрубок можно уже фиксировать или нельзя не знаю ну хотя бы вот на этой стадии можно я обычно рассказываю что делу но сегодня даже не могу вам это пересказать потому что делаю ее какую-то неимоверную неимоверность ну получилось у меня хотя двигатель по моему опять съехал плюс не хватает крепления да уж скажите ли то совсем ну что совсем делаю все что могу ребят в конце концов мне интересно проверять модели вот с этим тиралом я как вам скажу можно то шедевр всего сделать то есть перепиливать по тысячу раз переделывать подгонять это можно но я проверяю модели на предмет собираемости то есть ну вот взяли вы кип не каждый же из вас профессионал или чудо мастер правильно? ну человеку просто хочется купить там тысячи за три за четыре хорошего модели с ней повозиться ну вот с этой модели возник будет море ха 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 результат довольно непредсказуемый если честно он вообще непредсказуемый так ну что вторую трубочку попытаемся вогнать да? я тут кстати смывочкой все обработал постарался сделать так более менее прилично все вот что-то мои старания пока что не выкупаются опа а тут видимо я с правильного угла зашел вот так вот так как-то вот так рук постоянно не хватает не хватает того кто бы клей промазал ладно буду делать это сам попытка номер один но у нас собственно говоря единственная фух не знаю не знаю не знаю не знаю мне кстати наконец таки пришел white spirit я долго искал по магазинам но у нас городок такой знаете провинциальный городок долго искал white spirit который без запаха мне говорили там от текурилы у нас такого даже вообще нигде никто не слышал поэтому пришлось заказать тупо в модельном магазине ну естественно это в разы дороже чем купить в строй маги ну пахнет но не сильно мне так то понравилось немножко надо растушевать будет здесь все эти радиаторы чтобы смотрелось нормально фотографии ну что ж трубки вклеены двигатель вклеен дальше у нас начнется работа очень серьезная давайте еще раз проверим насколько у нас кривая получится эта модель как бы все поставил и проверил нифига знаете тут придется на клей все это сажать иначе он будет постоянно рассыпаться вот так почему-то ровно а когда я его одеваю ага не вы знаете ровненько угу вы даже наверное сейчас сами на камере можете посмотреть что не так ну как не так уж и криво как могло показаться сначала все поэтому пока что оставляем в таком виде я начинаю думать из струны скорее всего сделают это крепление другого выхода у меня нет что восстановить как-то вот этот кусочек я знаю что вы можете сказать там вытащить из какого-нибудь литника ну это будет та же струна крепление то само я не вытащу внешний этот не волшебник ну а в целом сейчас начнется следующий процесс нужно будет соединить вот эту деталь сходить в магазин кое-зачем вот эту деталь и два радиатора с ними отдельная история потому что они тоже абсолютно не подготовлены под проводочку я не знаю попробовать в этой серии вам показатель уже не мучить просто вот этой сборкой невообразимо непонятной вас вот здесь есть два пенечка два штырька одни из них одеваются соответственно для скрепления с деталью а вторые просто остаются то есть я то думал как сюда одену шланги и будет все ништяк но посмотрел на моделях нет они действительно торчали это были некие пробочки от радиаторов вот видите они вперед выступают и к низу приходится путем нагревания струны то есть я беру струну нагреваю вставляю делаю штырек и уже на него одеваю шланг вот такая вот проблема нам предоставленная компанией Эбра хотя мы помним что у них на инструкции написано что для Японии какие-то допы поставляются либо их там докупать нужно отдельно у хобби дизайна не знаю но в общем то модель не очень рассчитана на дополнение в отличие от того же Lotus 88 помните мы собирали там везде штыречки везде что-то торчит лепи не хочу только знай как умей это делать и будет все хорошо дальше у нас все это крепится к специальной раме антикрыла и уже все это крепится вот сюда к двигателю и на все это вешается антикрыло плюс все это должно быть в проводах ой не знаю ребят не знаю я надеюсь что у меня получится по сути после этого процесса когда удастся все это одеть можно уже ставить колеса модель практически готова да и я же еще займусь амортизаторами не очень хорошо они у меня получаются все таки если мучиться на эту тему лучше покупать от хобби дизайна допы дорогие но смотреться будет клево у меня не очень получается но я попробую это сделать давайте наверное вот на этой волне не очень получающегося моделизма эту серию завершим я вам просто показал с какими сложностями приходится сталкиваться при сборке этой модели еще раз напомню что не считаю себя профессиональным моделистом собственно говоря отражаю те сложности которые с которыми столкнется большинство из вас профессионалы конечно могут где-то даже посмеяться над моими проблемами можно сделать так можно так можно доработать а чего ты там ее тестовую не собрал и так далее вот даже с тестовой моделью я же стюарта до этого делал видите каждый отдельный кит страдает отдельными неприятностями вот такие дела и видимо я засяду потихоньку буду все это дособировать и потом уже не знаю даже через сколько времени покажу вам результат может быть мы еще одну серию замутим где будет какое-то финальное одевание колес и так далее собирание всего этого до кучи но сейчас мне нужно много времени на то чтобы разобраться с проводкой чтобы попытаться хотя бы все это сделать грамотно и красиво поэтому уж увольте здесь без крепких словечек никак камеру придется выключать все ребят надеюсь хоть немножко вас развлек этой долгой зимой давайте моделируйте моделируйте так чтобы вам никогда не было скучно подписывайтесь на канал схемы сборки ставьте лайк встретимся в комментариях ну и до встречи пока пока